Здравствуйте, дорогие зрители! К нам в редакцию пришло письмо от молодой пары, которая спрашивает, почему священник отказал им в венчании и отправил их сначала в ЗАГС зарегистрировать свои отношения. На этот вопрос отвечает протеерей Дмитрий Савельев, ключарь Спасовознесенского собора города Ульяновска. В таинстве венчания есть благословение Божие, которое дается супругам для благополучного прохождения семейной жизни. В таинстве венчания не заменяет собой государственную регистрацию брака. Если молодые люди придут в храм и скажут, мы хотим венчаться, то в храме прежде всего спросят у них паспорт. И спросят, а расписаны ли вы со своей супругой или готовы ли вы расписаться в тот же день или в ближайший день после венчания. Потому что таинство венчания не заменяет собой государственную регистрацию брака, а подкрепляет ее, давая благословение церкви на христианскую жизнь. Делается это потому, что у нас церковь и государство не соединены друг с другом в единую общую государственную организацию. Церковь не исполняет роли ЗАГСа. Церковь не исполняет роли государственного архива. Церковь не меняет гражданского состояния своих клиенов. Церковь единственное, что она делает, она дает возможность христианам совершать, участвовать в христианских таинствах. В том числе и в таинстве брака. В таинстве брака люди через церковь испрашивают благословение на совместную жизнь. И это благословение им дается для того, чтобы не было, к сожалению, злоупотреблений. Потому что бывают люди, которые считают, что таинство венчания, оно брага заменяет. И могут сегодня повенчаться с одним человеком, завтра с другим, послезавтра с третьим. Нигде это особенно не зарегистрировано. И они тогда будут злоупотреблять доверием и любовью тех людей, которые им доверились и думали, что это на всю оставшуюся жизнь. На самом деле, к сожалению, венчанные браки могут быть так же распадаться, как и браки невенчанные. Если невенчанные браки иногда распадаются и супруги разводятся, то венчанные браки при этом разводе тоже считаются недействительными. И считается, что те обеты, которые молодые супруги дали друг другу в ходе венчания, они недействительны. Они в самом начале были лживы, неправдивы и не запечатлелись на небесах, как что-то такое, что соединит супругов не только в этой жизни, но и в жизни будущего века. Поэтому таинство венчания есть духовное укрепление нашей внешней, физической жизни. Ее духовное сопровождение, духовное благословение. И как тело не может быть без души, так и государственный брак, он без венчания, мы считаем, не может быть полноценным, не может иметь того духовного наполнения и того духовного фундамента, который ведет всю семью к спасению, к рождению добрых детей, к воспитанию добрых христиан в этой семье. Субтитры создавал DimaTorzok